Замок Крагда-Шевалье, расположенный в Сирии близ границы с Ливаном, является крупнейшей крепостью крестоносцев в Святой Земле. Она знаменита не только как грандиозное укрепление, но и как одна из немногих твердынь, ни разу не взятых штурм. Первоначально на неприступной скале высотой 650 метров возвышалась крепость Курдов. Она имела важнейшее стратегическое значение, контролируя единственный путь между Бейрутом и Антиохией. Тем не менее, крестоносцы во главе с графом Раймундом IV Тулузским захватили ее в 1099 году, во время первого крестового похода. Однако затем, когда появилась возможность укрепиться в Иерусалиме, крестоносцы на 10 лет оставили крепость. В 1142 году граф Триполи подарил крепость Ордену Госпитальеров. При них крепость была серьезно перестроена и расширена. Госпитальеры возвели новую стену трехметровой толщины с семью башнями, многочисленные внутренние постройки в готическом стиле, часовню и конюшню. Гигантское зернохранилище 120-метровой длины было устроено под крепостью внутри скалы. Площадь крепости превышала 2,5 гектара. Гарнизон насчитывал более полусотни рыцарей и 2000 солдат. Расчеты показывают, что осажденные могли выдерживать осаду в течение целых пяти лет. В 1163 году крепость осадили войска Нур-эд-Дина, правителя Сирии, но безуспешно. После этого госпитальеры стали независимой силой на Ближнем Востоке. В 1188 году крестоносцы выдержали осаду, возглавлявшуюся самим Саладином. Его воины захватили в плен Костеляна-замка и приказали ему просить осажденных о сдаче. Пленный на арабском языке, который понимали его враги, призвал крестоносцев к капитуляции, а на французском языке просил своих товарищей сражаться до последнего человека. В конце XII-начале XIII века сильные землетрясения привели к частичным обрушениям замка, что послужило причиной его дальнейшей перестройки. Была перестроена внешняя стена, на которой теперь насчитывалось 13 башен. Толщина стены достигала теперь 5 метров, а высота 9 метров. Квадратные башни были заменены круглыми. Внешняя стена находилась ниже линии основных укреплений на расстоянии до 25 метров. Попасть в это пространство можно было лишь через один вход с восточной стороны, поднявшись по узкой лестнице и пройдя по извилистому узкому коридору. На территории замка найдено несколько прорубленных в скале колодцев. Глубина некоторых из них достигает 27 метров. Кроме того, в крепости существовала система сбора дождевой воды, стекавшей из крыш в 9 цистерн, оттуда в гигантский бассейн длиной более 70 метров. Центром крепости была укрепленная казарма в виде огромной треугольной галереи 270 метров длиной и 9 метров шириной. Однако общее соотношение сил в святой земле уже изменилось. Если вначале относительно немногочисленные крестоносцы одерживали победы над мусульманами, благодаря их разобщенности и феодальной раздробленности, то в XIII веке восточные правители вели политику объединения земель, и государства представляли собой грозную силу. В 1271 году крепость была захвачена султаном Сирии и Египта Бейбарсом при помощи обман. Не надеясь на успешный исход штурма, султан передал осажденным поддельное письмо от графа Триполи, в котором он якобы приказывал гарнизону сдаться. 8 апреля 1971 года осажденные сложили оружие в обмен на обещание сохранить им свободу. При господстве мусульман Краак де Шевалье оставался крепостью, только часовня госпитальеров была переделана в мечеть. Среди новых строений появились турецкая баня и акведук. Однако военная история крепости закончилась. Последующие войны в регионе, вторжение Тимирлана в 1400-1401 годах и Атаманской империи в 1516 году не затронули ее. И сейчас она предстает перед нами почти в том же виде, что и 800 лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok